Вся информация в виде детали из интернета. Автор ролика никого не принуждает верить данной информации. В связи с евангельским повествованием малыша окрестили Иваном. Чуть позже в семье появились близняшки Даша и Соня. С самого детства ребенок проявлял выдающиеся лингвистические способности. Например, уже в трехлетнем возрасте он великолепно читал на русском языке и осваивал первые фразы на английском языке. Видя успехи своего сына, родители захотели отдать Ивана в школу в пятилетнем возрасте, однако получили отказ. Спустя год мальчик все-таки пошел в местную сельскую школу, однако в 11 лет перевелся в гимназию, где ученикам гарантировалось качественное образование. Сначала Ваня был напуган масштабами новой школы, поскольку в гимназии было в несколько раз больше детей, но вскоре завел много друзей и стал лидером класса. Учился Рудской на 11 баллов, по пятибальной системе на одни пятерки. В юные годы Иван параллельно посещал художественную и музыкальную школы, активно занимается вокалом, игрой на гитаре и дзюдо. Невзирая на огромную загруженность, парень продолжал радовать родителей отличными оценками. Как только у мальчика появился компьютер, он быстро освоил тонкости работы в графическом редакторе Photoshop и с тех пор рисовал исключительно на компьютере, это стало одним из его любимых хобби. В 10 классе парень перевелся из гимназии в другую школу из-за хулиганов, которые не давали ему прохода, тогда как учителя и администрация школы закрывали глаза на их нападки. В 13-летнем возрасте Иван Рудской впервые знакомится с популярным видеохостингом YouTube, однако первое время был исключительно зрителем. Он выбрал себе ник Ионагви. Со временем у молодого человека возникла идея создать что-то свое и поделиться этим с миллионами пользователей. Первым его видео стала песенка Задрота, однако тогда ролик не получил популярность, поэтому на какое-то время в карьере видеоблогера наступило затишье. В 2013 году Иван Гай загрузил на YouTube обзор на компьютерную игру Минекрафт. В дальнейшем именно эта тематика принесла парню популярность, так как эта игра с нехитрой графикой, но захватывающим сюжетом буквально затягивала с первого запуска. Ионагви быстро стал из самых авторитетных листплейщиков Майнкрафта, завоевав обширную аудиторию, состоящую в основном из его ровесников. Особую роль в его карьере сыграл видеоблогер Роман Фельченков, выступающий под псевдонимом Ролололошка. Именно он пропиарил канал Иванга и его ролики. Парни совместно создавали развлекательные видео, отчасти заимствуя стиль популярного шведского геймера PewDiePie и не менее популярного блогера Элрубиусом. За короткий период времени Иван Рудской собрал многочисленную аудиторию, к 2016 году превысившую число в 8 миллионов подписчиков. Молодой человек пребывает на пике своей популярности. Его узнают на улицах, приглашают на различные мероприятия, платят огромные деньги за рекламу. Впрочем, профили парня в социальных сетях не вовсе не насыщены рекламой, он не желает рекламировать продукцию, которая ему неинтересна. Он давно отошел от создания роликов по Минэкрофт, переключившись на создание коротких развлекательных видео, часто сопровождаемых забавными спецэффектами, зажигательными песнями и танцами, разговорами с неодушевленными предметами и общением с подписчиками. Кроме личного канала на YouTube, Ион Игви активно ведет профиль ВКонтакте, где счет его подписчиков также идет на миллионы. В 2015 году он переехал в Москву, где продолжил раскручивать свой канал. Парень так и не получил высшего образования. Он бросил институт на втором курсе, желая сосредоточиться на продвижении своего канала на YouTube, который к тому времени уже превратился в вполне узнаваемый бренд Ион Игви. В сети Ивангай познакомился с проживающей в Японии Марьяной Рожковой, более известной как Марьяна Ро. Сначала пара общалась только через интернет, но в апреле 2015 года Ваня отправился с визитом к любимой в японский город Цапоро. Вскоре пара стала жить вместе в Москве. Однако в конце 2016 года пара самых популярных молодежных видеоблогеров России распалась. В интервью молодой человек рассказал, что он не сошелся с Марьяной характером и что дело уже давно шло к расставанию.